Братья, по словам Иисуса Христа, это было от начала и будет продолжаться до того, как вообще закончится жизнь здесь на земле. Иисус Христос говорил, как было во дни Ноя и как было во дни Лота, ели, пили, мы с вами сегодня тоже уже два раза и поели и попили, женились и замуж выходили, женились когда-то наши деды, наши бабушки выходили замуж, потом наши родители, потом наша очередь была, теперь уже очередь наших детей, у кого-то подошла, у кого-то подходит. Ну и пока Бог жизнь будет продлять на земле, это будет продолжаться. И пока церковь на земле, это будет продолжаться и в церкви тоже. Боже, верующие люди, молодые, по мере своего взросления, приходя в возраст, будут решать этот вопрос, кто как, кто с молитвой к Богу, с постом будет решать этот вопрос и решает, кто по ведению очей своих, по расположению сердца, ну, в меру своего духовного состояния. Однажды с одними беседую перед объявлением, брат и сестра, задаю вопрос, как вы узнали волю Божию в этом вопросе, как вы приняли такое решение, что вам нужно вступать в брак? Ну, этот молодой брат говорит, ну как, влюбился и все. Я говорю, ну, сложновато ты меня в такое положение, тяжеловатое ставишь. Вот если бы ты мне сказал, что ты об этом молился долгое время, постился и вот понял водительство Божье в своей жизни, Бог расположил твое сердце к этой сестре, ее сердце к тебе, мне бы легко было. А когда ты говоришь, влюбился, трудновато. Он говорит, дядя Костя, я знаю, как надо отвечать, но я вам отвечаю так, как на самом деле было. Ну, говорю, за искренность благодарю. Ну, конечно, побеседовали, объявили, живут. Ну, слава Богу, Бог милость оказывает. Не без трудностей, были там некоторые сложные моменты в этой семье, где-то служителям приходилось помогать. Ну, слава Богу, преодолевают и живут. Братья, ну, а поскольку этот процесс в церкви происходил и будет происходить, то служители оказываются тоже вовлеченными в этот процесс. Нам приходится этими вопросами заниматься, приходится объявлять, приходится сочитывать, совершать бракосочетания. Приходится потом с этими семьями дальше какую-то работу осуществлять, особенно если в семьях возникают какие-то трудности. Ну, как мы сегодня о душепопечении немножко говорили, лучше, если служители будут иметь какую-то подготовку сами, будут иметь какие-то знания, какие-то навыки, какой-то опыт, как эту работу осуществлять. Эта тема или этот урок наш, он будет включать в себя три следующих раздела. Это, первый, я заглавил так, знакомство с теми людьми, которые хотят вступить в брак, которых нам предстоит объявлять или предстоит сочитывать. Второй раздел – это планирование церемоний. Слово непривычное, наверное, да? Ну, наверное, оно самое подходящее к тому, чтобы, как назвать это, ритуал, не совсем подходящее слово, потому что ритуал больше к похоронам подходит. А церемония – нормальное слово, церемония объявления, церемония бракосочетания, то есть как все это будет происходить. Это мы тоже должны об этом с молодыми людьми рассуждать, планировать, как будет происходить их объявление, как будет происходить их бракосочетание, как будет проходить брачный пир. Ну и потом, тоже важный очень раздел, это те наставления, которые мы им должны постараться дать до того, как у них начнется их семейная жизнь. Но наставления эти, о которых я буду говорить, это не то, что мы говорим во время бракосочетания, когда служитель тоже дает наставления. Я буду стараться того, что мы говорим на бракосочетаниях, не затрагивать, а то, что лучше и полезнее или нужнее сказать в личной беседе до того, как еще будет совершаться бракосочетание. Потому что, ну вы же знаете, иногда происходит как. Вот я сегодня уже приводил пример, что служитель перед сочетанием беседует 15 минут, а потом, когда проводит сочетание, сочитывает полтора часа, подружка невесты сознание теряет, ее в чувства приводят, жениху плохо становится, а служитель увлекся своим красноречием и сочитывает, и сочитывает, и сочитывает. Нет, да лучше в спокойной обстановке, когда они способны воспринимать, они перед браком практически ночь без сна проводят в подготовке, невеста с подружками там с трех часов ночи прически начинают делать там и прочее, прочее. Практически уставшие на бракосочетании стоят, у них только там мысль, чтобы, ну как они еще на фотографиях, как они на видео будут выглядеть, чтобы, ну некрасиво там как-то не получилось встать или, вот они на этом сосредоточены, а воспринимать, что служитель говорит, они просто не способны. Надо до этого выбрать время, сесть с ними, хотите с кофе, хотите с чаем, хотите без ничего, как у вас получится, и сидите, разговаривайте, и давайте наставления. А там на сочетании скажете, ну такое, более торжественное, более подходящее именно к праздничному дню. О таких вопросах, как конфликт и материальная сторона жизни, вы же не будете об этом говорить на сочетании, говорите об этом в личных беседах, предшествующих сочетанию. И я думаю, что если мы это воспримем для себя как руководство, что со вступающими в брак, если я пресс-фитер или благовестник, и ко мне обратились, что хотят, чтобы я сочитывал, или сначала объявление, потом сочетание, что вот мы возьмем так для себя, что как минимум я должен провести с ними три беседы по два часа. То есть если это будет, это будет уже прекрасно. Это не те 15 минут, о которых я говорил. Конечно, некоторые служители, ну особенно я знаю в некоторых американских церквах, там где вот кортшип проводят, то там больше времени уделяют. Бывает там по 6, по 8 часов, бывает такой ряд бесед обучающих. Может быть мы когда-то к этому тоже придем, но пока, если мы хотя бы для молодой будущей семьи, готовящейся вступить в брак, уделили хотя бы часов 5-6 и провели с ними 2-3 встречи, было бы уже неплохо. Потому что вот работая над этим материалом и раньше беседуя с некоторыми семьями, то я с сожалением вспоминал вот свое время вступления в брак. Со мной тоже никто особенно не беседовал. Перед объявлением один служитель беседовал непродолжительно, сочитывал нас другой, объявлял один, сочитывал другой. Тот, который сочитывал, ну может быть примерно в течение часа с нами говорил. И тоже, как вот я сейчас оцениваю, анализирую, очень многих сторон жизни он вообще не касался. И мы в семейную жизнь вступали и в некоторых вопросах, ну шли так на ощупь, как в темноте. И я думаю, а вот если бы мне тогда в свое время вот подсказали и это, подсказали и это, подсказали и это, наверное в семейной жизни было бы легче и многого, может быть, удалось бы избежать, о чем сейчас иногда с сожалением вспоминаешь. Ну хорошо, братья, начнем, потому что время дорого и мы будем сейчас говорить по первому разделу, это знакомство и общая информация. Конечно, иногда к нам обращаются люди, с которыми, в общем-то, знакомиться не надо, да? Наши члены церкви и они выросли на наших глазах, начиная с детской группы и до молодежного возраста. Они были перед нами, мы знаем их, знаем их родителей, знаем их бабушек, дедушек, но не всегда так. У нас довольно часто происходят браки, когда кто-то из нашей церкви, скажем, сестра из нашей церкви, а жених может быть из другой церкви в нашем же городе, может быть из другого города, может быть из другого штата, может быть даже из другой страны. И такое случается. Иногда случается так, что наш член церкви решил жениться и берет из другого союза, из какой-нибудь регистрированной церкви, или наоборот, нашу сестру хочет забрать жених из другого союза. Я немножко позже об этом чуть больше скажу, это всегда значительно усложняет всю подготовку к браку, но, да, к сожалению, наверное, иногда это происходит, да, когда, ну, забирают наших сестер, куда-то уводят, бывает иногда. Братья, ну, в целом познакомиться нужно, вот особенно если такая ситуация, что из другого города, вторая, скажем так, половина. На что нужно обратить внимание? Уточнить имена, фамилии, возраст, брата и сестры. Ну, кажется, такое естественное, да? То есть прежде чем мы будем их сочитывать, объявлять, то, конечно, нужно же познакомиться. И даже мне приходилось слышать, на объявлении просто называют фамилию брата, жених из другой церкви, и служитель объявляет, называет фамилию, а потом по рядам между членами церкви. А как их фамилия? Откуда он? Из какой церкви? Из какого города он? Ну, а служитель, может, просто не, может быть, он это и знает, но не посчитал нужным это объявить. То есть считаю нормально, если жених из другой церкви, наша сестра, и мы их объявляем, то сказать, что брат, жених, фамилия такая-то, имя такое-то, он из Пакена, из церкви нашего братства, или он из Сакрамента, или откуда-то. То есть мы в церкви представили этого жениха, и ни у кого не возникает каких вопросов, кто он и откуда появился. Но сначала мы встретились с ними и начинаем беседовать. Уточнили их возраст, потому что иногда возраст может тоже иметь значение, но, скажем, мы при знакомстве обнаруживаем, что 12 лет разница, там жених на 11-12 лет старше. Ну, сказать, что эта ситуация такая, что брак вообще невозможен. Нет, в принципе, возможен, и бывают такие браки, но мы более на эту деталь должны сконцентрировать наше внимание и с невестой, и с ее родителями. Об этом, может быть, специально отдельно побеседовать, что ты учитываешь эту разницу в возрасте, ты понимаешь, что может быть через 20 лет, сейчас тебе 18, ему 30, а ты представляешь, что будет, когда тебе будет 40, а ему будет 52, какие могут быть сложности в этом, если она скажет, и родители скажут, да, мы это все знаем, мы это все представляем, мы это учли, и тем не менее мы согласны, ну, пожалуйста, это ваше право, ваше решение. Ситуация может быть наоборот. Когда молодой юноша влюбляется в сестру, которая там на несколько лет старше его, и он тоже, ну, и у него чувства, он ни о чем серьезно задумываться не может, родители могут возражать, то есть мы на эти детали должны уделить внимание. Возраст. Писание говорит, что должно быть соответствие, да, Бог Адаму сотворил помощницу, соответствующую ему, соответствие по многим показателям, в том числе и возрастное тоже должно быть. Следующее, братья, что бы я советовал делать, это, если мы знаем, не стоит на это обращать внимание, идем дальше, да, но если мы не знаем, а обстоятельства могут быть разные, и, скажем, я думаю, в России, на Украине, там, чаще с этим служители встречаются, когда люди, пришедшие из мира, то есть мы, беседуя с ними, должны уточнить, какое у них происхождение, они родились и выросли в христианской семье, или они пришли, или кто-то, один из них пришел из мира. Имеет ли это какое-то значение? Мы скажем, ну какая разница, ну уверовал, стал христианин, и хорошо. Но у человека, который недавно уверовал, у него может быть неправильное представление о христианском браке. Ну, например, я тоже пришел из мира, и никто со мной никогда не беседовал, и я вообще был, ну как бы для меня это был семейная христианская жизнь, как там предложения делают, как объявляются, это был темный лес. И, скажем, у человека, пришедшего из мира, может быть вообще неправильное представление, что такое брак, для чего брак, именно христианский брак. И поэтому, если мы столкнемся с ситуацией, что он, да, он скажет, я вот недавно только уверовал, то нам нужно углубить здесь, остановиться здесь, и вообще с ним или с ней поговорить. А как ты понимаешь, что такое христианский брак? А для чего люди вступают в брак? А какое твое понимание о нерасторжимости брака? Потому что человек, пришедший из мира, может иметь такое представление, что как в мире люди поженились, не понравилось что-то, не сошлись характерами, говорят, разошлись, в повторный брак вступили. Может быть даже такое неправильное. Мы должны побеседовать и выяснить, как человек понимает эти вопросы. Дальше, друзья, следующее, на что стоит обратить внимание, ну, это обязательно тоже выяснить, в какой церкви являются членами. Ну, скажем, тоже кажется простой вопрос, но в нашей церкви мы однажды обожглись. Поэтому выяснить, из какой церкви может получиться так. Брат, откуда ты? Я из Сакрамента. Ну, хорошо. А в Сакраменте там, наверное, 50 церквей русских, баптистских или около того, да? Наших только 7 церквей. И он скажет, я из Сакрамента, из баптистской церкви, мы можем думать, из какой-то из наших, он оказывается из какой-нибудь, где вокруг елки танцуют или, ну, может, я видел там хороводы водят вокруг, ну, не елки, кажется, стол стоял в середине, что ли. Ну, баптистами называются, а жизнь там непонятно какая. Поэтому мы должны выяснить, из какой церкви, если, тем более, если узнаем, что эта церковь не нашего братства, то углубиться, это баптистская церковь, нет ли там какого-то отступления, сам этот жених, его семья, они не уклонились в какую-то ересь, в какие-то ложные взгляды? Потому что у нас же в уставах даже прописано, да, что выходить замуж или жениться можно только из церквей нашей динаминации, имеющих одинаковые с нами понимания основных евангельских истин. Поэтому выясните, из какой церкви нужно. Следующее. Спросить фамилию и имя пресвитера той церкви, откуда он или она, и номер телефона служителя их церкви, уточнить, для себя это записать, и пока отложить в сторону, или в карман положить, и дальше продолжаем беседу. Это мы на потом. Мы будем с ним потом еще разговаривать. Ну, следующее я здесь сразу пишу. Вы же понимаете, это не в последовательности, как мы беседуем, просто это как бы основные моменты, на которые надо обращать внимание. Спрашиваем, скажем, ну, жених, если из другой церкви, мы спрашиваем, твой пресвитер, пресвитер вашей церкви знает о твоем намерении жениться, знает, что ты сделал предложение и что ты вот в ближайшее время уже планируешь объявляться. Я лично сталкивался с такой ситуацией, когда говорит, да нет, я еще со своим пресвитером не разговаривал. Нет, ты обязательно должен с ним поговорить, ты поставил его в известность и... А почему ты с ним не разговаривал? Может быть, у него какие-то возражения будут, и ты, ну, зная, что он будет по какой-то причине возражать, может быть, ты там в церкви вашей какой-то сестре делал предложение, и там этот вопрос еще не закончился, а ты уже сюда приехал и нашей сестре. Нет, ты поговори со своим служителем, если он не возражает, я тоже с ним поговорю, если он и мне тоже скажет, что он не против того, чтобы ты объявлялся, чтобы ты женился, тогда будем рассуждать дальше, будем готовиться к объявлению. Поэтому спросить номер телефона, спросить, знает ли пресвитер той церкви о намерениях члена церкви вступить в брак, и нет ли у него возражений. Следующее. В последующем, после нашей ознакомительной беседы, мы звоним пресвитеру той церкви, представляемся, я брат такой-то из такой-то церкви, я имел встречу с вашим членом церкви, который имеет намерение из нашей церкви взять сестру. Или ситуация может быть наоборот, да. Наш жених, сестра оттуда, мы звоним и говорим. Вот такая ситуация. Что вы можете об этом члене церкви сказать? Он у вас не наказанный, не на замечании, нет ли у вас с ним каких-то проблем, не связан ли он там обещаниями с кем-то. Он свободен, он может. Вы не возражаете против его брака? И если тот пресвитер говорит, о, я очень рад, наконец-то наш брат решил вопрос, наконец-то он нашел себе невесту, мы рады и благословим его. Ну и все, и хорошо. Мы выполнили то, что должны были сделать. Мы заручились расположением служителя другой церкви. И идем дальше. В процессе беседы мы задаем вопрос, да, они члены церкви, но когда вы стали членами церкви? Как долго вы уже являетесь членами церкви? И следующий вопрос, это какой образ жизни вели до уверования? Да, ну, как я сказал, если они выросли на наших глазах, и мы их знаем с детской группы и по подростковой, то нет необходимости, может быть, в это вникать. Но иногда бывает, он рос на наших глазах до 13 лет, а потом пропал. Перестал ходить на подростковые, перестал посещать собрания, и до 19-20 лет мы его не видели, не знали, где он живет, как он живет. В 21 он пришел, покаялся, и через короткое время хочет жениться. Конечно, с таким надо побеседовать и узнать, какой образ жизни был у тебя до твоего покаяния. А если это человек, пришедший из мира, тем более, потому что, братья, ну, представьте, всякое бывает, да, он в 16 лет или в 15 ушел из церкви, пил, наркоманил, гулял, чего только не делал, в тюрьме побывал, и пришел в церковь и выбирает 18-летнюю сестру, ну, такой, цветочек сорвать, да, то, ну, мы так вникнем в его прошлое, то мы потом с сестрой поговорим, так, отдельно поговорим, а ты хорошо подумала? Ты знаешь его жизнь, ты знаешь его прошлое? Ты вот согласна на то, чтобы вот он прошел такой путь? Может быть, ты не знаешь этого, и ты даешь согласие, а потом ты, может быть, об этом будешь сильно сожалеть, что ты, когда ты узнаешь его прошлое, то, ну, серьезно нужно об этом подумать, прежде чем принимать такое серьезное решение. Может быть, наоборот, да, скажем, брат у нас в церкви хороший, может быть, такой перспективный, на руководителя молодежи просматривается, как кандидатура, а может быть, даже в будущем на служителя, и он, ну, как-то, может быть, и по неосмотрительности, там, понравилась сестра, делает предложение, а мы, скажем, беседуя, выясняем, что она в 19 лет только покаялась, со 16 до 19 она жила мирской жизнью, у нее были сексуальные партнеры, она вела такой образ жизни, а теперь она выйдет замуж за хорошего парнишку, потом встанет вопрос его какого-то служения, и эта ее жизнь может послужить препятствием в какой-то определенной мере, то мы можем его предупредить, что, ну, скажем так, меня когда-то наставляло, мы жили в Казахстане по соседству с нашим пресвитером, и вот его жена, я ей очень благодарен, она мне так наставляла, ты же смотри, будешь когда решать вопрос брака, то ты же хорошенько все вникни, узнай, чтобы твоя будущая жена потом не была препятствием тебе для служения, ну, как бы вроде еще и вопрос служения не рассматривался, ну, может быть, что-то она в будущем видела, может, имела такой дар, и она так предупреждала, братья, поэтому мы об этом тоже должны позаботиться и вникнуть в жизнь до уверования. Братья, сюда же относятся, но это тоже, если люди, которых мы не знаем, люди, пришедшие из мира, выяснить, не состояли ли прежде в браке. У нас это очень редко, скажем, такое происходит, да, в основном мы сочитываем это из нашей церкви, и нашей молодежи, это хорошо, но я думаю, что эти вопросы будут учащаться, потому что сейчас иногда в церковь возвращаются те, которые поуходили 10 лет назад, ушли из церкви, когда им было 15-16 лет, сейчас они приходят в церковь, некоторые им по 25-26, мы не знаем, что у них там происходило, как они, где они жили, с кем они жили, они дома не жили, с родителями некоторые не жили, и не знаешь, что там у них было, поэтому вопрос, не состояли ли прежде в браке, нет ли детей от прошлого брака или вне брака, все может оказаться, что в этом случае делать, не сказать, что да, все, ситуация теперь мертвая, ему нельзя разрешать жениться у него, там дети где-то вне брака оказались, ребенок может быть родился, нет, вопросы в принципе разрешимые, но тогда вторую половину, скажем, невесту нужно об этом предупредить, он должен ей признаться, рассказать, что у меня в прошлом было сожительство, с какой-то девушкой, женщиной, у меня там родился ребенок, ну на нем же какая-то ответственность за этого ребенка, может быть он там будет материально помогать, может быть он будет в какое-то время проводить с этим ребенком, недавно мы в одну церковь принимали мужа и жену, у него двое детей от прошлого брака, и этих детей они с первой женой делят, четыре дня дети проводят с матерью, три дня проводят с отцом, и конечно эта сестра, которая выходила за него замуж, она до этого никогда в браке не была, и она должна была на это согласиться, что три дня у нас дома будут находиться его дети, и я должна буду им оказывать внимание, любовь, там кормить, поить, в парке возить, и так это у них происходит, сейчас у них еще совместный ребенок родился, но если это есть, то вторая половина должна об этом знать, быть поставлена в известность, признание должно быть в этом, и согласие должно быть выражено. Братья, мы также должны постараться выяснить, что в прошлой жизни, до уверования, не было ли каких-то зависимостей, алкогольной, наркотической, от порнографии, не был ли судим или судим, не отбывали ли в заключении, выяснить вопрос задолженности, ну, вопросы, скажем, там, судимости тюрьмы реже встречаются, хотя тоже бывает, а вот задолженность довольно часто бывает. Я помню, работал в одной компании, и там сотрудник рассказывал, говорит, смотрю, зачастил один юноша из церкви к моей дочери, ну, я, говорит, вижу, что и она, как будто так очень благосклонно к этим посещениям его относится. Ну, я, говорит, решил с ним побеседовать, оставил его, говорит, и говорю, слушай, давай так, едешь в DMV, берешь копию своего рекорда, приезжаешь, я посмотрю, а потом скажу тебе, можешь ты дальше с моей дочерью продолжать какие-то встречи, общения или нет. Ну, говорит, смотрю, он что-то стушевался за это, да, 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 там, дядя Витя, у меня там было, у меня там тикеты были, у меня там, ну, давай, ты уже тогда говори, на какую сумму ты там задолжался и какое у тебя вообще положение. Ну, а у него там тикет к тикету, и набежала такая приличная сумма, и это дядя Витя ему потом говорит, слушай, а может ты с помощью моей дочери хочешь свои финансовые вопросы решать? Посмотрел, что она у меня выучилась на медсестру, имеет хорошую работу, хорошую зарплату, так ты, может, решил, что женишься, да, она тебе поможет твои тикеты выплатить, с долгами твоими рассчитаться? Нет, давай так, ты сначала все эти вопросы решай, когда принесешь мне копию рекорда, что у тебя там все уже хорошо, долгов нет, ну, тогда посмотрим, продолжать вам отношения или нет. Братья, это то, с чем мы сталкиваемся, и иногда потом эти проблемы, невеста выходит, сестра соглашается, выходит замуж, думая, что муж ее будет хорошо зарабатывать, будет ее возить в круизы, повезет ее на Гавайи, в Доминиканскую республику, еще куда-то, а потом выходит замуж, и после свадьбы обнаруживается, что у него несколько тысяч штрафов, там еще что-то, что у него или никакой кредитной истории, или она страшно испорчена, что они ничего, ни машину приобрести в кредит, ни дом не могут купить, и она потом думает, а я ж мечтала, а я ждала, а я хотела, а я думала, у нас будет как у других, мы будем ездить в отпуск, вместе отдыхать, а вместо этого попала в такую кабалу. Это надо выяснять до брака, и служитель здесь должен в этом помочь. Скорее всего, жених сам не станет невесте рассказывать, да ты знаешь, у меня там куча долгов, и ты не мечтай, что мы с тобой в круизы будем ездить, сам жених этого не скажет, но мы должны здесь помочь и в эту ситуацию вникнуть, и чтобы потом не было, чтобы потом родители этой невесты не пришли к нам и не сказали, ты знал, не знал, а почему ты не знал, как ты их объявлял, у него куча долгов, и что теперь, как они теперь, это молодая семья, как они должны жить, их в рент никто не берет, потому что у него такой рекорд, потому что они рент теперь не могут найти, и они нам скажут, иди и ищи им рент, ты их объявил, ты их сочитывал, почему ты не вник в эту ситуацию, и справедливо будут обвинять. Братья, задержался немножко на этом, надо выяснить, за время членства, как они приняли крещение, и до настоящего времени, не были ли они в церкви наказаны, если выясняется, что да, были наказаны, опять, это не тупик, это не мертвая ситуация, иногда сочитываем, и те, которые раньше были отлучены, восстановлены, все бывает, но мы должны это выяснить, и выяснить, когда и за что были отлучены. И дальше следующий момент будет, это когда восстановлены в членстве. Почему, братья, считаю, на это важно тоже обращать внимание, потому что, ну скажем, за что был отлучен, но я потом позже скажу, что многие вопросы мы должны наедине, беседовать с женихом, наедине с невестой, выяснять, скажем, был отлучен, и за что? А невеста чистенькая, ни в чем не запятнанная, и потом она выйдет за него замуж, и где-то когда-то она об этом узнает и услышит, что и ее муж в юности был отлучен. Ну я, может быть, привожу такой крайний пример, но это бывает. Да, если это выяснилось, мы с ним должны разговаривать и говорить, а ты признаешься своей невесте в этом? Ой, нет, да что, да она же от меня отвернется. А что ты хочешь, чтобы она отвернулась от тебя потом? Вы сейчас, она сейчас этого не знает, вы поженитесь, родите детей, двух-трех, и потом она это узнает, и потом она от тебя уйдет. Ты этого хочешь? Это лучше? Конечно, это не лучше. Если она сейчас отвернется, ладно, ищи себе, ну как там говорят, по сеньке и кепка, да, или разные такие выражения, есть, то есть, ну если ты сам залез в грязь по уши, потом оттуда выкарабкался, ну уж подбирай себе, ну пару такую, примерно соответствующую, а если ты хочешь такой чистенький, нежный цветочек сорвать, ну по крайней мере признайся, и как она потом на это отреагирует, скажет, согласна за такого выходить, пусть выходит, это ее выбор, это ее право. Братья, но и скрыть это, сочетать, потом могут быть колоссальные проблемы, и нас будут потом до конца жизни обвинять, что мы не сделали то, что должны были сделать. Значит, выясняем, за время членства были наказаны, нет, если были, то когда, и за что были наказаны, и следующее, когда восстановлены. Почему это тоже важно? Потому что иногда бывает так, 18 лет покаялся, 18 с половиной его отлучили, до 23 он был отлучен, и в 23 пришел в церковь, опять покаялся, его в 23 с половиной восстановили, через пару месяцев он делает предложение, и хочет жениться. Скажите, если мы узнали, что он 3-4 года был на отлучении, и вот месяц назад, или два только восстановился, и сделал предложение, и собирается жениться, какой самый первый закономерный вопрос у нас возникнет. У меня первый вопрос возникает, так может быть, ты для того и пришел, и покаялся, и восстанавливался в церкви, чтобы жениться, ну понял, что уже 23 года, надо решать вопрос, в мире решать, не хочу неверующую брать, хочу, чтобы жена была верующая, ну что надо делать? Надо идти в церковь, надо покаяться, надо восстановиться в церкви, чтобы взять верующую сестру. Мы уделим тогда особое внимание его духовному состоянию, как он живет, что его побудило вернуться в церковь, и, возможно, и объявим, возможно, предложим с этим вопросом какое-то время повременить. Особенно, братья, если, скажем, мы, выясняя, за что был отлучен, когда восстановлен, выяснится, что был отлучен давно, вел образ жизни нехороший, ну скажем, алкогольная зависимость, выпивал. Год за годом, месяц за месяцем это продолжалось, и вот недавно только восстановился и хочет жениться. Скорее всего, моя позиция будет такая, что надо полгодика, годик подождать и понаблюдать, как его жизнь будет в церкви происходить. Если не будет срывов, не будет падений, можно. Опять же, будем беседовать с невестой, будем беседовать с ее родителями и предупредим. А вы знаете, что он только месяц назад восстановился, что он был за выпивку отлученный, он только недавно восстановился, вы согласны? Они скажут, да, согласны. Может, переживают, что дочка сейчас откажет, потом замуж больше, никто не позовет. Мы согласны. Ну ладно, это на вашей ответственности. Мы с себя ответственность сняли, вы решайте сами. Ну, разные, не только с пьянством, разные ситуации могут быть. Дальше беседуем, все оказывается хорошо, отлучены не были, ни в чем таком плохом замечены не были, но мы задаем вопрос. Сейчас ваша жизнь, вот вы в церкви находитесь, в служении каком-то участвуете? Это тоже немаловажный вопрос, и участие или неучастие в служении, оно что-то нам говорит о духовном состоянии человека. Скажем, ситуация может быть так, да, наша сестра, невеста, она в хоре поет, она в оркестре играет, она с детьми занимается, она такая активная, ревностная такая, а ей такой парень делает предложение, брат, не брат, ну вроде сильно ни в чем замешан не был, наказан не был, ну и духовная жизнь такая, не пойми какая, вообще живой или мертвый, или как говорят, ни рыба, ни мясо, то мы же ей скажем, слушай, а тебе вообще, ну нужен такой муж, ну кто у вас в семье главой будет, кто у вас лидером будет, кто будет о воспитании детей заботиться, ты понимаешь, что тебе придется все это, тебе его тянуть, тебе за него поститься надо будет, тебе за него молиться надо будет, уговаривать его в собрание ходить, когда он утром не захочет рано просыпаться и идти в собрание, а ты церковь любишь, ты служение любишь, ситуация может быть наоборот, да, и мы тогда брату будем говорить, слушай, ну ты разве не видишь, какой ее духовный уровень, ты как бы брат такой ревностный, стараешься и проповедовать, и с молодежью ревностный, где-то просматриваешься, что, ну, можешь каким-то духовным работником быть, ну, а она низкого духовного уровня, ну, нет, скажет, люблю, ну, любишь хорошо, но мы предупреждаем, что не совсем это для тебя хороший, правильный выбор. Участие в служении тоже немаловажно. Братья, следующий момент, как проходит духовная жизнь, на это тоже стоит обратить внимание, и если в результате разговора замечаем, что они говорят Библию, читаем мало, молитва непостоянная, поститься не постимся, ну, собрание стараемся посещать, так как брачный вопрос-то решать надо, если и собрание не ходить, то какая же невеста согласится выходить за такого, то, по крайней мере, мы должны этот момент использовать, чтобы посоветовать эти вопросы, подтянуть, поубеждать, поуговаривать, посоветовать, что вам надо изменить отношение к Слову Божию, изменить отношение к собранию, к служению, ну, просто использовать это как момент, когда мы можем что-то доброе, хорошее людям посоветовать, и в этот момент обычно они воспринимают, потому что где-то, ну, чувствуют, что может что-то зависеть, объявят, не объявят, отложат, то прислушиваются обычно к советам. Следующее, на что мы беседуя спрашиваем, это знают ли родители о намерении брата и сестры вступить в брак. Я сталкивался в практике из такой ситуации, когда, вот, ну, обращаются, мы хотим, чтобы нас объявили в церкви, начинают беседовать, выясняется, что кто-то из них еще с родителями не разговаривал, ну, или ждали, вот, когда беседа со служителем пройдет, или что-то, ну, почему-то еще этого не было. Если они родителям кто-то еще не сказал, то обязательно мы должны дать совет, что в самое ближайшее время они должны поговорить со своими родителями, и потом должны сообщить, как родители к этому отнеслись. Родители обрадовались их решению, родители вынужденно согласились с их решением, родители готовы их охотно благословить, или скрипя сердце, но дают согласие, или родители вообще восприняли это так, ну, очень негативно и отрицательно. Разная бывает, братья, реакция у родителей, поэтому выяснить. Следующим вопросом, это какое у родителей отношение к вашему решению, и согласны ли родители на ваш брак или нет. Согласны ли родители на ваш брак или нет. Если это из другого города, из другой церкви, у нас нет возможности в ближайшее время с родителями встретиться, иногда бывает так, жених приехал, чтобы побеседовать, а говорит, ну, родители мои приедут, но только они приедут вот прям перед объявлением уже, в субботу, сватовство там будет, воскресенье объявление, они приедут, записывайте имена, фамилии родителей, записывайте номера телефонов, и звоните им и говорите. У меня была встреча с вашим сыном или с вашей дочерью, они сказали о своем намерении вступить в брак, они мне сказали, что вы не против, но я хотел лично убедиться, я хочу именно от вас услышать, что вы, родители, согласны на брак ваших детей и готовы их благословить. Чаще всего родители говорят, да, мы рады за сына, рады за дочь, и мы благословим их на браке, все, мы очень довольны, очень согласны, нам нравится девочка, которую выбрал наш сын, или говорят, о да, мы знаем, мы уже с ним познакомились, мы знаем жениха, очень хороший брат, мы согласны, ну и прекрасно. Может сложиться, может оказаться так, что родители говорят, мы против. И я думаю, что Александр Яковлевич, встречались с такой ситуацией? Александр встречался, когда родители говорят, мы против. Сергей встречался с такой ситуацией? Николай, было такое, да? Вот родители говорят, мы против. Что делать? Тут уже телефонный разговор не подходит, да? Тут уже надо лично с родителями встречаться, или договариваться, что они приедут, или ехать к ним, с родителями лично встречаться, беседовать, выяснять, какие у вас причины, почему вы возражаете. есть служители, которые никогда не станут сочитывать, если родители не согласны. Есть служители, и я тоже к такому числу отношусь, что если родители назовут веские причины, не буду сочитывать, не буду объявлять, не буду сочитывать. Если причины будут безосновательные, постараюсь убедить, чтобы согласились, но пока такой ситуации не было, ну, думаю, что если действительно веских оснований не будет, ну, скажем, мне его семья не нравится, ну, мама невесты, или папа невесты скажет, мне его семейство не нравится, да, они такие конфликтные, они такие, это недостаточное основание для того, чтобы запретить дочери выходить замуж за сына, и стой, даже если она конфликтная семья, ну, или какие-то вот еще, то есть мы должны беседовать, выслушать, если причины основательные, откладывать объявления, откладывать бракосочетания, если достаточных оснований нет, стараться родителей убедить, чтобы они все-таки дали свое согласие, раз дети полюбили друг друга и хотят вступить в брак, достигнув согласия, двигаться дальше, если возможно, вот устранить причины, помолимся. Дальше мы беседуем с братом и сестрой, выясняем, как они познакомились, где они познакомились, как давно это произошло, при каких обстоятельствах они познакомились, и в зависимости от того, что они нам расскажут, это тоже подскажет, о чем нам надо с ними в этот момент, на что обратить внимание. Скажем, если они скажут, что мы познакомились, вместе были на семинаре детских работников, и брат занимается с подростковой группой, и сестра занимается с детской группой в церкви, они труженики в церкви, и местом их знакомства было совместное служение, ну, скорее всего, нас это порадует, да, хорошее. Если они скажут, что... 24. Да, может быть, кто-то скажет, мы познакомились в христианском лагере для старшей молодежи 24+, который недавно проходил, и мы там впервые увиделись, и стали общаться, и пришли к такому решению, ну, слава Богу, хорошо. Могут быть какие-то другие случаи знакомства, которые вызовут у нас, может быть, некоторую тревогу, и нам нужно будет как-то об этом тоже порассуждать. Дальше. Мы должны постараться выяснить у них, как они решали вообще в своей жизни этот вопрос, и как они поняли для себя волю Божию, что вот этот брат именно этой сестре должен сделать предложение, а ты, сестра, как решала вопрос, давать согласие брату или нет, как вы для себя узнали волю Божию. Выяснить, задать вопрос, спросить, какие у них были между собой взаимоотношения вот до настоящего времени. Сейчас они решили вступать в брак, хотят объявляться до этого, какие у них между собой были взаимоотношения. Ну, что здесь может быть более детально? Не было ли в их взаимоотношениях нарушения целомудрия и каких-то христианских норм приличия? Если что-то они допускали уже в своих взаимоотношениях какие-то вольные такие действия, поцелуи, объятия там, или еще что-либо подобное, значит, мы должны сначала эти вопросы разрешить, то есть мы должны объяснить, что вы поступали неправильно, не по-христиански, этого не должно было делать, вы позволили себе слишком многое, это нужно перед Богом исповедать, в этом нужно покаяться, попросить у Бога прощения и милости, для того, чтобы с этой точки уже идти дальше. Если все было хорошо, они никаких вольностей не допускали, но мы вопрос задали, уточнили, нет-нет, потом они не скажут, а нас даже об этом не спрашивали. Когда в церкви будет проходить очищение, и когда они перед служителем, я образно говорю, когда они перед каким-то служителем будут сидеть и говорить, да у нас что-то жизнь наша семейная не складывается, мы ссоримся, а опытный служитель начнет вникать и спросит, а как у вас до брака было? Какие ваши взаимоотношения были? У вас все целомудренно, все хорошо? Они скажут, да нет, у нас перед браком мы там позволяли себе лишнее, мы там целовались, а иногда говорят, ну мы там трогали друг друга, мы там руками лезли, куда не надо, краснеют, стыдятся, ну бывает, признаются, если люди какой-то хоть страх имеют, ну покаялись, а так они потом будут говорить, а служитель скажет, тот проводящий очищение, беседующий с ними, или просто служитель церкви с ними будет беседовать, почему у них в семье не устройство, и они признаются, что у них до брака не все чисто было, он скажет, а вы перед браком в этом исповедовались, вы прокаялись за это, просили прощения, служитель, который сочитывал вас, с вами об этом беседовал, они скажут, да нет, у нас никто не спрашивал, какие у нас отношения, а мы не знали, что это греховно, ну и мы виновны, что не привели их к осознанию, не привели их к покаянию за это, опять же, братья, это не то, что, а вы уже там целовались, так мы вас объявлять не будем, мы там на членское собрание, нет, совсем нет, но довести до сознания, что это греховное поведение, что это нарушение христианского приличия во взаимоотношениях между юношей и девицей, мы должны им это донести и побудить их за это перед Богом покаяться. Следующее, если начинает выясняться в разговоре, они говорят, ну да, мы там не очень себя правильно вели, мы там немножко, тут уже стоит более конкретно уточнить, насколько глубоко они зашли в своих отношениях и не было ли блуда, не было ли интимных отношений, в случае, если даже это было у них между собой, ну, сложноватый вопрос, ну, какие-то еще вариации есть, разрешение этого вопроса, может быть, чтобы избежать наказания, как-то, хотя это сложненький уже вопрос, но какие-то вариации еще есть, скажем так, выяснить, это уже следующим пунктом, до того, как они встретились, до того, как они познакомились, до того, как они, может быть, членами церкви стали, не было ли у них в прошлом близких, интимных, половых отношений с каким-либо другим человеком, или у парня с какой-то женщиной, или у девушки с каким-то мужчиной, не было ли каких-то, вот, интимных отношений, если было, то когда это было, если выяснится, что это было за время членства в церкви, тут вопрос уже должен вставать о наказании, если будучи членами церкви, но иногда признаются в том, что, ну, еще до покаяния, до крещения, да, у меня были отношения, там, с женщинами, что в этом случае делать? Значит, если выяснилось, что что-то было в прошлом, что лучше сделать? Братья, считаю за лучшее, что с их согласия, и с обещания, что они никому об этом не будут больше рассказывать, но они должны друг перед другом сделать признание, скажем, юноша должен невесте своей, вот, избраннице, сказать, что, ну, у меня в прошлом была нецеломудренная жизнь, ты знаешь, я вот три года был не в церкви, в мире был, ну, жизнь была мирская, все было, в том числе были и, ну, отношения с женщинами, если у нее что-то было, она должна признаться, и второй уже должен принять решение, согласен ли он такого принять, потому что юноша, христианин, который старался целомудренно жить, никаких отношений с девушками, женщинами не имел, и он выбирает, но он хочет такую же невесту иметь, и вдруг выясняется, что нет, у нее прошлое такое запятнанное, как однажды тоже на работе, один сотрудник говорит, молодой, ну, он такой из семьи верующих родителей, но сам необращенный был, ну, так порядка 25-26 лет ему было, ну, говорит, понравилась мне одна девчонка в церкви, начал с ней общаться, а ко мне, говорит, потом подходит один человек из этой церкви, говорит, слушай, я смотрю, ты вот стал общаться с этой, мне тебя жалко, он говорит, я у него спрашиваю, а что такое, да ты знаешь, братья, то есть вот так в жизни разное случается, и поэтому должно быть признание, и если девица говорит, ну, да, были у него там до меня какие-то отношения с какими-то женщинами, ну, я согласен его такого принять, или он скажет, ну, ладно, она не сохранила целомудрия, девственности не сохранила, ну, я ее полюбила, она мне нравится, и я согласен принять ее, такая, как есть, братья, это нормальное положение, мы должны поинтересоваться и выяснить, не связаны ли они какими-то обещаниями с кем-то другим, иногда бывает так, ну, до смешного доходит, да, я знаю такой случай, когда один брат одновременно делал предложение двум и даже трем сестрам, ну, так, в надежде, что, ну, какая-то хоть согласится, а они потом еще и поделились между собой, одна другой рассказывает, ты знаешь, мне вот этот брат предложение сделал, я вот сейчас не знаю, а у той глаза на выкате, она говорит, как, он же мне сделал предложение, ну, вот, юмор, не юмор христианский, да, но реальная история из жизни, иногда может быть так, что брат сестре не очень нравится, сделал ей предложение, предложение, ну, она не знает, согласится, не согласится, и она ему говорит, ну, мне надо подумать, надо помолиться, ну, брат говорит, ну, хорошо, ну, она месяц молится, второй месяц молится, брат томится в ожидании, я своей жене, ну, тогда еще невесте, три недели дал на размышления, на четвертый день поехал узнавать ответ, после предложения приехал домой, думаю, три недели, с ума сойти, что я наделал, три дня вытерпел, на четвертый день поехал узнавать ответ, что она решила, ну, хорошо, все решилось, и мы вот уже много лет в браке, и слава Богу, девять детей родили, растим, и в целом я очень доволен своим браком, не поторопился, братья, то есть она думает месяц и второй, а брат томится, ждет, и в это время ей делает предложение, какой-то другой брат, она посмотрела, о, этот мне больше по вкусу, и про того уже забыла, и да, я согласна, пресс-фитеры звонят, объявляйте нас, и я согласна, и папа, и мама очень довольны, все, а потом мы начинаем беседовать, а у тебя в прошлом не было, тебе кто-то другой предложение не делал? Делал, и что ты ему ответила? Да я еще не ответила, он там еще томится, он еще молится, волю Божию узнает, или молится за нее, а она тут уже другому согласия дала, нет, так не пойдет, ты там, докончи вопрос, если ты, уже теперь ты знаешь, что ты за него не согласна, ну, извинись перед ним, попроси прощения, что целых два месяца, там, или полгода ты заставляла его ждать, ну, объяснись, скажи, что ты приняла решение не выходить за него замуж, и давай мы немножко хотя бы повременим, а то ж некрасиво будет выглядеть, ты только одному отказала, а за другого через неделю уже будешь объявляться, некрасиво будет, надо немножко с этим повременить, то есть не были ли связаны, не связаны ли какими-то обещаниями с кем-то другим в прошлом, братья, ну, вот эти вопросы о прошлой жизни, были ли какие-то отношения с кем-то где-то на стороне, еще некоторые, эти вопросы лучше выяснять наедине, отдельно с братом, отдельно с сестрой, если обнаруживается, что в прошлом были какие-то нарушения целомудрия, были интимные отношения, то должно быть признание в этом, и выражено согласие принять другого таким, как он есть, братья, потому что если до брака это скрыть, а в браке это обнаружится, то потом возникают обиды, возникает огорчение, иногда на годы, рушатся добрые взаимоотношения в семье, иногда до разводов доходит. Юноша, женясь на девушке, рассчитывал, что она до брака была целомудрена, что она девственна, женился, обнаружилось, что нет, у него страшное разочарование, страшное огорчение, он начинает ее упрекать, почему ты меня обманула, у него появляется недоверие, а если у тебя в прошлом были какие-то отношения, то ты и сейчас, наверное, такая же подозрение в неверности, и рушится все доброе в семье, и такие возникают иногда сложности, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы этого избежать. Братья, следующее, на что стоит тоже обратить внимание, это выяснить их финансовую и материальную сторону жизни. Перед нами сидят два студента, которые собрались жениться, одному еще учиться, другой учиться, предстоит какое-то время, но они влюбились, и им захотелось жениться, и они сейчас даже не думают ни о чем, а где они будут жить, на какие средства они будут жить, как будут жилье оплачивать, они же привыкли с родителями жить, привыкли ни за что не переживать, папа-мама, у папы-мамы живут, папа-мама кормят, папа-мама на бензин деньги дают, страховку платят, за телефон платят, все, они студенты, они учатся, ни за что не переживают, ну вот захотелось жениться, замуж выйти, а мы должны им направить их мысли, а хорошо, вы решили вступать в брак, как вы представляете свою дальнейшую жизнь, у вас деньги на проведение брака есть, вы что-то подсобрали, скопили, или вам родители помогут, вы как-то этот вопрос выяснили, если видно, что там тяжеловатое материальное положение, мы можем посоветовать брак поскромнее делать, можем подсказать, на чем можно сэкономить, мы же уже люди немножко опытные в этой жизни, можем какие-то советы дать, где можно подэкономить, как можно подешевле сделать то или другое, и в чем-то можем помочь, то есть выяснить эти вопросы, может быть и все хорошо, тогда мы просто идем дальше и все, на какие средства планируют жить, работают, не работают, зарабатывают, где планируют жить, этот вопрос тоже важно задать, мне приходилось с таким встречаться, что, а где вы планируете жить? И жених говорит, пока у родителей поживем первое время, в этом случае я сразу говорю, нет, это не вариант, вы должны жить отдельно. Братья, и всем вам тоже советую, в случаях, когда беседуете, планируется брак, советуйте жить отдельно. Сейчас, слава Богу, возможности материальные, финансовые, это позволяет большинству семей, потому что все равно трудновато молодой семье жить с родителями, как правило, если молодые люди вступают в брак, у них родители еще не престарелые, не нуждающиеся в постоянном уходе или заботе, и возникают иногда трудности во взаимоотношениях, теща, тесть, не зря же даже и в мире анекдотов про это много, там взаимоотношения, да, и, ну, оно действительно и в христианских семьях иногда случается, молодым людям самим нужно друг к другу привыкать, как иногда говорят, притираться, да, а тут еще и постоянно рядом находятся другие люди, тоже со своими характерами, со своими эмоциями, амбициями, и все это значительно усложняет жизнь молодой семьи на первых порах. Иногда говорят, ну, вот, недавно столкнулся с такой ситуацией, говорят, мы поживем у родителей, но не первое время это было уже после брака, после брака прожили некоторое время в ренте, а потом говорят, ну, мы решили пожить у родителей, чтобы подсобрать деньги на down payment, чтобы купить свой дом. Прожили некоторое время у родителей, не все так гладко и хорошо было, как хотелось бы или как представлялось, что будет, и сейчас они ушли, и все равно опять в рент пошли. То есть с покупкой дома так пока ничего и не получилось. Ну, а напряжения некоторые возникли. Поэтому лучше, чтобы молодая семья жила отдельно, и с самого начала их нужно на это направлять. То есть мы должны мужу объяснить, что если ты решил жениться, ты должен готов взять на себя ответственность за материальное содержание семьи. Если ты раньше мог жить и не переживать, что каждый месяц надо билы платить, то теперь ты должен с этим согласиться и должен на себя эту ответственность взять. Братья, следующее, что тоже стоит, на что стоит обратить внимание, это выяснить состояние здоровья. Скорее всего, эти вопросы тоже лучше задать наедине. Хотя перед нами молодые, красивые люди и, кажется, здоровые, но всякое в жизни бывает. На что стоит обратить внимание? Нет ли какой-то... Ну, если очевидная такая явная инвалидность, ноги там нет, да, или еще что-то, это видно. Иногда бывает какая-то скрытая форма инвалидности. Например, падал с лестницы или еще где-то, или на форвиллере катался и разбился, сломал позвоночник. У него там под костюмом или под кофтой корсет одет, он без него не может ходить, он не может физическим трудом заниматься, а может быть, он даже на инвалидности, на ассай находится, и он к физическому труду совсем не приспособен, но ему он молодой, ему не хочется это показать, перед невестой не хочется в этом признаться, а она думает, что он вполне здоровый, работоспособный, будет трудиться, а потом, когда поженятся, и выяснится, что он-то практически инвалид, у него позвоночник сломанный, и он не может полноценно работать. То есть, если она об этом узнает, и она согласна за такого выйти, пожалуйста, это ее воля, это ее решение, ну а кого-то это может напугать, и она скажет, ого, так это что, мне тогда надо будет заботиться об обеспечении семьи, я не готова к этому, я не согласна, и может быть, она воздержится от такого брака. Могут быть какие-то, скажем там, сердечные патологии, или еще что-то такое, что тоже делает человека, ну не совсем таким, ну полноценным, может быть, грубовато звучит, что неполноценный человек, ну где-то в какой-то мере ущербным, что он не может так трудиться, не может переносить нагрузки большие физические, но он это скроет, а у него там порог сердца или что-то еще, она выйдет за него замуж, а он через три года умрет, или через пять лет, и потом она будет обвинять и говорить, а почему меня не предупредили, я теперь осталась вдова с тремя-четырьмя детьми, если бы я знала, что у него больное сердце, я бы за него замуж не выходила, поэтому это тоже должно быть выяснено, и тоже должно быть согласовано, если знала это и согласилась выйти за инвалида, за больного, ну это твое право, теперь неси этот крест, неси это бремя до конца, какие-то хронические, или инфекционные заболевания, но тоже в нашей среде, в наших условиях, может быть, это редко встречается, но в России, знаю, некоторые братья-пресвитеры рассказывали, есть люди, он отсидел 10 лет в тюрьмах, вернулся, в братский домик попал, его там откачали, в порядок привели, он покаялся, стал в собрания ходить, крещение принял, хочет теперь жениться, делает предложение о сестре, а у него туберкулез, он там, когда сидел, когда одну папиросу, на целую там камеру, курили, друг другу передавали, эту заразу, туберкулез у него, он, а она не знает этого, она из соседней церкви, она его мало вообще встречала в своей жизни, ну ей тоже, может, уже 28 лет, и она думает, а кто-то еще сделает мне предложение, или нет, да пойду за него, хоть у него 10 лет стаж тюремной жизни, ну ладно, он же покаялся, а она не думает о том, что, ну может быть и она заразится, и дети, может быть, от него потом заразятся, и ей потом всю жизнь это нести, эту практически неизлечимую болезнь, это же опасно и трудно, то есть постараться выяснить, нет ли чего-то такого, знаю случаи, тоже там в России, братья рассказывали, ВИЧ инфицированные, СПИДом больные, вот хочу жениться, ну говорят, и были такие браки, и в некоторых случаях хорошо, и уже годы какие-то прожили, и не передалась инфекция ни жене, и дети родились здоровые, ну слава Богу, если так, но если произойдет так, что это скрыто было, он или она не знали, что у другого такой, или болезнь, или инфекция какая-то, и мы это тоже не помогли выяснить, и сочетали их, и потом она заразится, то ее папа придет, и будет кулаками на нас махать, и будет громко кричать, что что вы сделали, как вы могли мою дочь сочетать с таким человеком, она теперь больная стала из-за него, и как мы будем потом оправдываться, а если мы скажем, нет, брат дорогой, мы все выяснили, мы вашу дочь предупредили, что у этого брата, у этого человека такое-то заболевание, она сказала, что она согласна, то это уже ее решение, была ее ответственность, мы со своей стороны сделали, что должны были сделать. Братья, еще такой момент, ну здесь же в этом, да, с чем тоже приходилось сталкиваться, это в отношении психических заболеваний, не знаю, совсем ли я, очень правильно это назвал, или нет, может быть душевные болезни, или еще как-то, ну психические болезни. То есть, например, вот хронические здесь, ну я назвал только инфекционные, да, там туберкулез или ВИЧ, иногда бывают венерические какие-то заболевания, которые, скажем, вот из сферы венерических заболеваний, может быть такое, что человек болен, или точнее так, инфицирован, носит в себе эту инфекцию, но она никаких признаков не подает, а когда он вступает в половые отношения с другим человеком, то у того человека начинается это заболевание, у этого хроническая форма заболевания инфекционного, а заразившийся от него, у него проявляется острая форма заражения, у человека там боль, какие-то неприятные проявления, и это вообще тоже может привести к семейной такой трагедии, что мы потом там не разрешим ничего. Хронически это может быть какой-то диабет, сахарный диабет или что-то, человек болеет, и вступающий с ним в брак должен быть заранее тоже подготовлен и настроен, что ему придется всю жизнь об этом человеке иметь особое попечение. Ну, скажем, сестра выходит замуж за ее муж больной диабетом, да, если потом в процессе жизни заболел, это уже, ну, никуда не денешься, этот, ну, Бог так допустил, а вот пока она еще не связала себя узами брака с ним, она может принимать решение, выходить или не выходить, она свободна еще принимать решение. И, скажем, если она соглашается, то она должна понимать, что это особое питание, надо всегда строго соблюдать диету для него, особую пищу готовить, то есть там, ну, много, что это постоянные лекарства, там, таблетки, уколы, она должна быть к этому готова, потому что для кого-то это может оказаться слишком, ну, тяжелым временем и не понести этого. Психические заболевания, скажем, с чем сталкивались в практике? Много лет назад в нашей церкви в Ванкувере такая история произошла, из другой церкви, нашего же штата, но из другой церкви и не нашего братства стал заезжать к нам один брат. Ну, я так на него посматривал, и мне взгляд его что-то не очень нравился. Так посмотришь, вроде бы, такой парняга такой, рослый, широкоплечий, симпатичный такой, ну, вот в глаза его посмотрю, и что-то не то. Ну, я не был в церкви тогда еще ответственным, у нас Семен Петрович был, и вот наступил какой-то день, когда на воскресном собрании Семен Петрович объявляет одну из наших сестер из нашей церкви и этого брата. Объявили. А потом проходит некоторое время, и эта сестра со своей мамой после собрания подходят ко мне и к Семену Петровичу и говорят, братья, нам нужно с вами поговорить. Хорошо, когда? Ну, приедьте к нам. Разговор серьезный. Мы поехали к ним домой, и они говорят, братья, что нам делать? Выяснилось, что у жениха шизофрения. У него диагноз, он стоит на учете, он проходит определенные там курсы лечения, у него шизофрения. Мы этого не знали. Ну, а получилось как? Они объявились у нас в церкви, как чаще всего делается, да? Сначала объявляются там, где невеста, а потом через неделю-две едут в церковь жениха и там объявляются. И она говорит, мы объявили здесь, все было хорошо, все радостные. Через неделю или две поехали туда, там тоже все прошло хорошо, пресс-фитер там хороший, объявил, тоже там так все торжественно, хорошо было. А потом, когда мы вернулись оттуда, нам звонит оттуда анонимно, не представившись человек, ну, как говорят, доброжелатель, да? И говорит, знаете, я вот посмотрел на вас, вы такие хорошие люди, такая у вас дочь хорошая. И я вот запереживал, и думаю, с моей стороны, наверное, будет неправильно, если я промолчу. Если вы это знаете, то ладно, это ваше решение. А если не знаете, то я считаю, что я должен вам сообщить. Вы знаете, что у этого брата, что у него шизофрения? Они говорят, как? У них там подозрения, что, а может быть, это у него там дочь такого возраста, может быть, они хотели, чтобы этот парень, их дочь взял, или что-то еще. Но когда стали выяснять, уже когда конкретно жениху, его родителям задали вопросы, это действительно так? Они говорят, ну да, ну в общем-то он хороший, очень он, ну может быть, он очень хороший для родителей, безусловно, он хороший, но у него диагноз, и как эта болезнь будет проявляться дальше, как она будет развиваться, и они говорят, мы не согласны. И мама говорит, ну отца не было, и мама говорит, и дочь говорит, мы не согласны, братья, что нам делать? Мы говорим, мы объявим в церкви, что брака не будет, помолвка расторгнута, это твое право. А мы думали, а мы переживали, мы вот уже несколько дней себе места не находим, и она говорит, да меня, наверное, накажут, да меня отслужение отстранят, она в хоре пела, там еще что-то, меня, наверное, отслужение отстранят, а может накажут, мы успокоили, нет, наказывать никого не будем, ни от какого служения отстранять не будем, его вина, он скрыл, если бы он признался, сказал вам об этом, что у него такое заболевание, и ты сказала бы, я согласна, из-за такого, за этим заболеванием, тогда мы бы тебе сказали, что нет, мы теперь помолвку расторгать не будем, выходи за него замуж, ты знала, и ты согласилась, но поскольку это было скрыто, братья, может не признаться, он, она, стыдно, или еще что-то, признаюсь, не согласится за меня замуж выходить, может скрыть, насколько возможно, мы должны постараться помочь это выяснить, и принять решение с учетом знания, фактов, которые существуют, потому что, другой случай, тоже в нашей церкви была семья, они уехали на Украину несколько лет назад, живут там, у мужа эпилепсия, у жены до сих пор, ну, не знаю, до сих пор, но до момента отъезда отсюда, у жены было огорчение на мужа и на родителей, но она больше говорила, ну, муж, ну, он больной человек, я как бы к нему больших требований не предъявляю, но почему его родители, они же верующие люди, почему они мне не сказали, что у него такое заболевание, она говорит, мы когда поженились, там некоторое время было хорошо, говорит, когда у него первый раз случился приступ эпилепсии, она говорит, я думала, что у меня у самой после этого такое будет, что со мной такое случится, она говорит, это для меня настолько потрясающе, я, говорит, выросла в христианской семье, я никогда не видела приступов эпилепсии, как это происходит, что делать, я не знала даже, что делать, говорит, она показывает, говорит, вы посмотрите, у меня все пальцы искусанные, когда она ему пытается открывать рот, вытаскивать язык, для того, чтобы он не задохнулся, когда приступ эпилепсии, когда у него идет пена изо рта, когда он там цепенеет, скрижещет, она говорит, вот уже сколько лет, но всякий раз, когда случается приступ, для меня это нервное потрясение, это такой шок, она говорит, у меня на родителей его обида, я стараюсь забыть это, стараюсь простить, но постоянно приходит это, почему они мне об этом не сказали, я говорю, ну а как ты думаешь, что бы ты вот решила, если бы ты узнала до брака, она говорит, ну я же молодая, глупенькая была там, ну я бы, наверное, согласилась, я же никогда не видела, ну они бы мне сказали, эпилепсия, там приступы бывают, наверное, я все равно бы согласилась, но, говорит, я хотя бы сейчас на них не имела этой обиды, что скрыли, что не сказали, а теперь вот и годы проходят, а огорчение остается. Братья, могут быть в здоровье человека какие-то нарушения, может быть так, скажем, которые препятствуют человеку иметь интимные отношения или могут служить препятствием для деторождения, это как у парня может быть, так и у девушки, что там может быть, иногда это последствия каких-то перенесенных заболеваний, ну скажем, даже невинное на первый взгляд какое-то заболевание корь там или чекен пакс, обычно проходит, переболел ребенок и все хорошо, выздоровел и слава Богу и живет дальше, иногда эти болезни, корь особенно, могут давать какие-то осложнения и причем иногда осложнения дают именно на уровне половой системы, или иногда это может быть что-то врожденное, например, есть такое явление, которое называется крипторхизм, то есть мальчик родился и у него яички находятся не в мошонке, а находятся в брюшной полости, если до года вышли, считается это еще нормой, хотя, ну, самая норма это когда еще в утробе мальчик находится и у него уже, то есть яички развиваются в брюшной полости, обычно, во время развития ребенка в утробе, но перед рождением они должны опуститься из брюшной полости в мошонку, если этого не произошло, врачи наблюдают, обычно, это должно произойти в первые месяцы, до года еще допустимо, говорят, если до года не опустились, позже могут быть в последующем очень серьезные последствия именно на уровне, что у него не будет нормально происходить процесс вырабатывания спермы и семенной жидкости, и в целом этот мужчина может оказаться или совершенно неспособным к половой жизни, или он может быть и будет способным, но его сперма не будет способна для того, чтобы оплодотворять яйцеклетку и чтобы происходило зачатие. Это тоже мы должны хотя бы так в общих фразах спросить, не знаете ли вы, что в вашем организме есть что-то, что может препятствовать интимной близости или деторождению. У женщин там могут быть какие-то другие процессы происходить, которые тоже показывают на то, что что-то в этой сфере происходит ненормально и девушка может или даже знать, что она не будет способна стать матерью, или это может быть под большим вопросом. В этом случае тоже об этом нужно признаться и выяснить согласны ли, чтобы принимать в таком состоянии, потому что практически каждый вступая в брак имеет надежду и рассчитывает на то, что у нас будут нормальные, счастливые, полноценные, интимные взаимоотношения и каждый ожидает, что в браке у него будут рождаться дети. Каждый этого желает и вдруг если выяснится, что юноша знал, что он не способен или знал, что у него не будет детей и он женился и она вышла замуж и потом такое разочарование, что оказывается у них никогда не будет детей, потому что он или у них никогда не будет полноценных интимных отношений, потому что у него или перенесенное какое-то заболевание оставило последствия или еще что-то. Поэтому, братья, это тоже вопросы здоровья, вопросы, которым надо уделять внимание. Как вы видите, это уже 31-й заключительный пункт в первом разделе. Хорошо. Братья, ну, последний заключительный у меня заключительный пункт. Возможно, когда вы беседуете или будете беседовать, вы еще на что-то будете обращать внимание, еще какие-то детали выяснять, какие-то вопросы задавать, какие-то советы давать перед объявлением. Ну, в моем конспекте, в плане конспекте, это заключительный пункт этого раздела, выяснить, как брат и сестра понимают вопрос деторождения, и если, беседуя с ними, мы по их ответам видим, что у них какое-то неправильное, не наше, не христианское, не братское понимание вопроса деторождения, ну, например, они говорят, ну, вы знаете, мы сейчас студенты, нам пока нужно закончить колледж-университет, поэтому мы на первые три года нашей жизни совместных детей иметь не планируем. мы хотим вступить в брак, но детей, вопрос детей, это вопрос будущего, пока мы к этому не готовы, и мы, или еще что-нибудь говорят, какое-то свое представление, как они думают это, братья, я практически на каждом бракосочетании, не просто в личной беседе наедине, но практически на каждом бракосочетании, в присутствии церкви, гостей и всех задаю этот вопрос. Ну, апостол Павел говорит, воля Божия есть освящение наше, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники не знающие Бога, то есть они хотят удовольствие получать, а братья на себя ответственность за рождение и воспитание детей не хотят, тогда лучше им повременить, пусть они повзрослеют, когда они станут способны брать. Братья, я бы так сказал, в данном случае, если мне не удалось их переубедить, я бы им сказал, я на себя перед Богом ответственность брать не буду, объявлять вас и сочитывать. Какой-то другой служитель это сделает, пожалуйста, но я на себя такую ответственность, зная ваше неправильное искаженное понимание вопроса деторождения, я на себя ответственность брать не буду. Братья, мы не должны этого бояться, что после этого никто к нам не обратится с просьбой сочитывать и будут искать других служителей. Нет, люди богобоязненные, трезвые, здравые, в христианском учении, они этого не испугаются. поэтому ну вот в этом вопросе так. А братья пять минут на вопросы или дополнения? Я не буду начинать второй раздел сегодня. Безусловно, безусловно, если вот возникают какие-либо сложности, вообще мы видим, что есть какая-то опасность для будущего брака, связано ли это, раньше я говорил, там алкогольная зависимость, наркотическая, он будет нам говорить, да, я уже там три месяца не колюсь, и я уже освободился, но мы-то люди с опытом, мы знаем, что это бывает, легко возвращаются в прежнее болото, да, то есть, если что-то, или вот заболевание какое-то, да, то, безусловно, мы с родителями вместе уже тогда должны решать этот вопрос. Братья, очень важно предупредить, очень настойчиво предупредить, что то, о чем мы говорим, это должно остаться только в нашем кругу, никуда, и отсюда оно не должно выходить. Братья, я сочитывал немало уже, но за годы своего служения, не сказать, что сильно много, но и немало, старался всегда уделить время для бесед с молодыми, опыт сватовства у меня не сильно большой, то есть, я как бы не считаю эту процедуру, или церемонию, или как ее назвать, чрезвычайно важной, и обычно, когда я оказываюсь на сватовстве, я чувствую себя там немножко сковано, ну, как бы, и они чувствуют себя чуть-чуть, ну, иногда же родители только на сватовстве впервые встречаются, да, ну, вот в этот день, или там перед сватовством, ну, невеста наша, жених из Калифорнии, родители приедут в пятницу, в субботу будет сватовство, в воскресенье будет объявление, родители невесты их встретили, приняли, ну, только познакомились, и они еще не очень свободно чувствуют себя в присутствии друг друга, и я, оказавшись там, не очень ловко себя чувствую, и иногда думаю, а может, я вообще тут лишний человек, может, они без меня бы, может, они без меня свободнее бы себя чувствовали, а мое присутствие немножко их как-то напрягает. Продолжение следует... Продолжение следует...